Цвела счёты с жизнью, оставив соседей без жилья. В Киевгазе назвали причину взрыва в столичной многоэтажке. Елена Митясова продолжит. Они вмиг остались без жилья. Жители столичной многоэтажки, где вчера прогремел взрыв, сегодня из своих квартир забирают всё, что могут унести. В дом пускают по одному при наличии прописки и под пристальным вниманием полиции и спасателей. Вы видите, в каком состоянии? Я говорить не могу. Что, разрушено сильно? Да нет, у нас ничего. С той стороны окна только. Взрывная волна была настолько мощной, что стёкла и оконные рамы повылетали даже в соседских домах. Эпицентр взрыва, квартира на первом этаже. С улицы сегодня можно даже рассмотреть, что осталось от неё. Ситуация в квартирах этажом выше не лучше. Перекрытия разрушены с третьего по подвальный этаж. Проживание в этом доме невозможно на сегодняшний день. Хозяйка квартиры, где произошёл взрыв, погибла. Это была одинокая 67-летняя дама. Досматривали её социальные работники. Что привело ко взрыву, загадка. Изначально озвучили версии утечка газа. Но её тут же опровергли. И соседи погибшей, и газовики. Запах газа я не слышал. Взяли лабораторию, отвезли пробы воздуха. Значит, с подвала, с квартиры. Пробы воздуха, наявность газа не показали. Жители дома даже гадать стали о причинах. Кто-то говорил о самоубийстве, а кто-то даже о насильственной смерти. До неё приходил социальный работник. Она была очень хвора. Я подозрю, что могла громко пить из жизни. Там что, там трех комнатных квартир. Может кто-то. То есть вы думаете, что это на умысле кто-то свой? А вы как думаете? Я думаю, да. Повреждений газовых труб в квартире действительно не нашли. В Киевгазе утром озвучили сразу три возможные причины взрыва. Неизвестный предмет – газовый баллон или самоубийство. К вечеру из этих версий осталась только одна. Когда газовая плита была вылечена из квартиры, правоохранным органом было зафиксировано, что все четыре крана на газовой плите были в открытом положении. Поэтому основной версией сейчас есть, что причиной выбуха в данном доме стало самогубство. Полиции же пока о причинах взрыва молчат. Дескать, необходимо дождаться результата всех экспертиз. Неизвестно и то, подлежит ли восстановлению подъезд в доме, где случился взрыв, и квартиры. 38 жителей дождаться ответов будут во временном жилье. Людям предоставили комнаты в студенческом общежитии. Все ремонтные работы будут происходить за рахунок города. Проживание и коммунальные услуги, которые необходимо сплачивать за рахунок города, мы полностью людей обеспечиваем, мы их не залишим на один с такой трагичной, независимой ситуацией. На первое время помогут пострадавшим, и материально каждый получит из резервного фонда района по 2,5 тысячи гривен.